Весну 1942 года в городе делали не ласточки, а трамваи. Так говорили жители Ленинграда, когда после четырехмесячного перерыва блокадный трамвай снова начал свою работу. Трамвайное движение возобновилось 15 апреля 1942 года. Были открыты пять маршрутов, по которым отправились 300 вагонов. Они не только перевозили пассажиров, но и занимались эвакуацией раненых, подвозкой продовольствия и боеприпасов. Старт Дню памяти блокадного трамвая дал сигнал суперсовременного состава «Витязь Ленинград». В этот день нас блокады огнем обожгло. Мы не знали еще, что замкнулось кольцо и что смерть уже нам заглянула в лицо. В День памяти в мемориальный рейс по Стрельненской линии отправились ветераны и представители юного поколения. В годы войны этот маршрут был перерезан линией фронта. Здесь стояли застывшие трамваи, как напоминание о мирной жизни, как призраки мирного времени. Полуразрушенные разбитые вагоны с уронной контактной сетью, с опущенными пантографами. И только в 1952-53 годах трамвай сумел вернуться обратно в Стрельну. Когда началась блокада, Галине Николаевне было 6 лет. В то время она жила на Васильевском острове с мамой и тетей. Запуск трамвая буквально спас им жизнь. Вот пошел трамвай, зазвенел. Это был апрель. Первый апрельский, как говорится, звоночек раздался. Мама работала тогда в Кировском районе. Кухня была такая вот. И, ну, чтобы как-то подкормиться и самой, и для дома, я садилась в этот трамвайчик и ехала через весь город. Поэтому первый блокадный трамвай, который был пущен, он для меня, конечно, был спасением жизни. В память о подвиге ленинградских вагоновожатых в нашем городе установлен мемориал на проспекты Стачек, всего в четырех километрах от бывшей линии фронта. Это настоящий блокадный трамвай, тщательно восстановленный реставраторами. Цветы у его подножия лежат круглый год.